Техосмотр автомобилей снова в массы. Руководство ГАИ предлагает вернуть инспекцию технического состояния всех машин. Не только об этом в нашем сюжете, а после него у нас в студии будет начальник ГАИ. Не пропустите. Техническую инспекцию машин главный ГАИшник страны Анатолий Сиренко предлагает сделать ежегодное. Для машин старше 15-20 лет вообще два раза в год. Напомню, техосмотр был отменен в 2011. А смысл? Выкачка капустняка, то есть дойка каждого индивидуального водителя по поводу урожай-развода. Ранее в ГАИ предлагали убрать из правил зазор, позволяющий ехать чуть быстрее скоростного ограничения. В организации дорожный контроль уверены все новшества в интересах карманов сотрудников ГАИ. Это бред. Для чего это сделать? Для того, чтобы поставить работников ГАИ с визирями. Они просто на трассах ловили на превышение и зарабатывали деньги. Сейчас те начальники МРЭО, которые на этом и жили, мечтают об этом, чтобы вернуть техосмотр. Для них это, понимаете, сотни тысяч долларов прибыли. Они ее потеряли и очень плакали после этого. Идея вернуть государственный техосмотр звучит уже не в первый раз, но еще ни разу от ГАИ не прозвучало. Как сделать так, чтобы вот эта заветная карточка не превращалась в наличность в руках тех, кто ее выдает? Плюс ко всему водители слабо верят в то, что госавтоинспекция станет работать по-другому до тех пор, пока ее кардинально не реформируют. Максим Кошлев, Виталий Коваленко, подробности в телеканал Интер. У нас в студии Анатолий Сиренко, начальник госавтоинспекции Украины. Анатолий Петрович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Напомните мне, пожалуйста, вы сколько лет в ГАИ работаете? В Державной автоинспекции я работаю 26 лет, а в целом в органах внутренних справ 30 лет. То есть мне не нужно вас убеждать в том, что, в общем-то, система ГАИ у нас просто пронизана, да, коррупцией, умными схемами. Ну, дозвольте с вами не погодитесь и готовы апеллювати на ваши запекания. Давайте будем апеллювать, но только я бы хотел начать разговор с того, что вы понимаете, что страна изменилась. Вы в системе давно. Безумовно. Страна изменилась. А последние действия ГАИ последних нескольких месяцев говорят о том, что, ну, позволяют мне сказать, говорить о том, что ГАИ хочет вернуть старые коррупционные схемы и вернуться к старым коррупционным кормушкам. В частности, последний пример ведения обязательного техосмотра автомобилей. Нет, это совсем не так. Я хотел бы обратиться к участникам дорожного движения. Державная автобильная инспекция за то, чтобы участники дорожного движения пересувалися транспортными средствами по магистрали державы только в технично-справном состоянии. Значит, но это не всегда так. Не смотря на это, это не означает, что нужно повернуть государственный технический огляд. Тем более, в таком виде, который был до 2000... Я перепрошу. Такий, как был в 2011 году. Это был коррумпованный, скажем, от чего-то зависимый и тому подобное. Значит, это неправильно. Но это не означает, что нужно продолжать эти коррупционные схемы и тому подобное. На местах люди старые. Вы верите в то, что они начнут работать по новым методам? На ту зарплату, которую они сейчас получают? Я просто хочу узнать. Безумовно. Если я не заперещу, то я закончу по техническому огляду. Поэтому Державная автобильная инспекция не за то, чтобы повернуть государственный технический огляд. Но я также хотел бы повернуть общество, что если Украина будет подписана асоциация с ЕС, то мы должны выполнять автоматически директиву 2009-40 ЕС Европейского парламента о прохождении так называемого технического огляда, как происходит в странах ЕС. Тому мною было организовано проведение загальнонационального форума с безопасностью дорожного руха, где будет стоять вопрос о системе безопасности дорожного руха в стране. Анатолий Петрович, подписание вот этой угоды, на которую вы ссылаетесь, оно говорит еще о том, что должна быть полностью реформирована вся система ГАИ. Вы к этому готовы на сегодняшний день? Не только вы, сама система. Анатолий Петрович, это все понятно. Почему вы не начинаете глобально, почему не начать с реформы, а не вводить тот же техосмотр или вот там месяц назад вы хотели отменить 20-километровую маржу на автотрассах, помните, вот все то, что напоминает снова возврат к коррупционному кориту. Извините, что я вот выбираю это выражение. Нет, я с вами категорично не сгоден. Но ничего не изменилось за последние несколько месяцев, кроме того, чтобы лошки добавить. Теж не сгоден. Значит, я вам скажу, что, значит, державный технический огляд мы не плановали повертати, я довел свою точку зору. Что касается тех вопросов, которые вы озвучиваете, то я прикладаю максимум усилий, как начальник Державной автобёльной инспекции, чтобы участники дорожного руха могли обратиться к воде, чтобы он был, чтобы инспектор... Водительник, водительник. Нет, нет, я прошу. Чтобы водитель мог обратиться к инспектору, а инспектор был всегда для участника дорожного руха, для водителя, помечником надежным, который может всегда помогать в тяжкие часы, когда необходима помощь участнику дорожного руха. Но для этого, как минимум, нужно, наверное, вырастить новое поколение инспекторов или дать им достойную зарплату все-таки. Хорошее вопрос. Но, враховывая ту экономическую ситуацию, которая на сегодня в нашей стране, не так легко и найти деньги для этого вопроса, Поэтому, прикладываем максимум усилий для того, чтобы каким-то чином перелаштовать працовников Державтоинспекции. Если працовники Державтоинспекции, в каких-то вопросах, проявляют себя некоректно, ведут невышлую, занимаются поборами, отримывают какие-то незаконные награды, мы всех этих працовников звільняем. Значит, начиная с вчерашнего дня, значит, нами затримано 19 водеев, которые пытались отдать хабаря працовнику Державтоинспекции. Мы ведем работу в этом направлении, но также и ведем работу среди своих споробетников. Анатолий Петрович, спасибо вам за этот разговор. Поверьте, я искренне желаю вам удачи. Я искренне хочу, чтобы зрители Украины вы запомнили как одного из лучших учеников ДАИ Украины. Поэтому не возвращайте старые схемы и боритесь с теми, кто тянется к этим коррупционным кормушкам. Спасибо вам огромное, удачи вам на вашем нелегком деле. Это был Анатолий Сиренко, начальник госавтоинспекции Украины, в гостях у подробностей. Мы же продолжаем.